МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До войны Евгений Ищенко был шахтером, звеневым у проходчиков. В 14-м он взял в руки оружие. Блокпост, на котором держал оборону, был единственным препятствием на пути наступающих на город Каратин. Он принял решение стоять до конца, и враг не вошел в город. Ни тогда, ни месяцем позже, ни зимой 15-го Евгений Ищенко был настоящим народным народом. Летом 14-го его город оказался на переднем крае войны. Так как и обстреливался Первомайск, не обстреливался ни один город Донбасса. За июль и август от обстрелов погибли 700 мирных жителей. Соотношение потерь между ополченцами и мирными было 1 к 40. К концу 14-го года в городе не осталось ни одного целого дома. Артиллерия ВСУ превратила Первомайск в настоящий Сталинград. Все это время комендант Ищенко руководил обороной Первомайска и защищал город от врага. Одновременно мэр Ищенко решал все гражданские вопросы. Помогал жителям после обстрелов, ремонтировал выведенные из строя сети, энергосистемы, открывал бесплатные столовые, раздавал гуманитарку, разбирал завалы и хранил погибших. Для 20 тысяч жителей Первомайска мэр Ищенко стал родным отцом. Несмотря на обстрелы в осажденном городе были свет и тепло, продолжала работать больница, люди получали еду и лекарства. В июле, в самый разгар боев, у Ищенко в Первомайске родилась дочь. 22 января 2015 года Евгений Ищенко и трое гуманитарщиков из России выехали навстречу шедшей в осажденный Первомайск машине с гуманитарной помощью. Они попали в засаду украинской ДРГ. Выжить не удалось никому. Хоронить Евгения вышел весь Первомайск. У него осталась вдова и двое маленьких детей. Евгений Ищенко был настоящим русским воином. Прямым, сильным, бесстрашным. Не щадясь себя, он защищал родную землю и спасал землейков. До самой смерти он был заступником и ангелом-хранителем для 20 тысяч русских первомайсков. После смерти он стал небесным заступником и хранителем для всех нас, миллионов обычных русских людей. Вечная память и вечная слава герою Новороссии Евгению Ищенко. Наша борьба продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова